Так, давайте начнем с мужчин. Сергей. Вот у нас есть Сергей. Сергей, пожалуйста, говори. Да, приветствую, Алексей. Как слышно? Добрый вечер. Приветствую, хорошо. Да-да-да, это тот самый Сергей. Вы меня еще давным-давно прозвали гладиатором. Вот. Вернулся и хорошо, что попал. Но, мне кажется, это тот самый Сергей, которого сказали, что ты подставной клиент. Нет, я просто слишком умный, образованный, а к тому же еще, скорее всего, нарцисс, судя по всему. И поэтому достаточно, с учетом того, что вы говорите, насколько все тупы, и достаточно людям остальным, возможно, непривычно видеть тот, кто может конкретно сформулировать свою мысль, скажем так, свою проблему, свой кейс. Поэтому наверняка как-то и создается такое впечатление. Я тебя помню. Мы еще, я на Бали когда был, мы как раз разбирали, по-моему, твой кейс. Я на Бали прозвал тебя гладиатором. Серьезно? А где посмотреть? Прямо мой кейс разбирали? Да нет, тебя я разбирал. А, я был в онлайне. Ты был в онлайне, но я тогда был в Индонезии просто, когда я первый раз тебя услышал. Но неважно. Я именно на том разборе назвал тебя гладиатором, я помню. Так, но ты у нас такой, завседатый гость. Видишь, мужики стесняются, поэтому... Да что стесняться, как бы дело здоровья. И дело в том, вот, Алексей, вот сейчас расскажу кейс. В принципе, суть вы помните, да, то есть это степень гладиаторства, которая распространяется на все. То есть это определенная идеализация всего, это ретроспективная резность по отношению к людям, то есть и так далее. Ну, в частности, мы говорим о девушках, о женщинах. То есть это абсолютно смесь всего того, неоправданных каких-то вот ожиданий, когда нельзя ничего ожидать конкретного, когда все идеализируешь, когда в каждой ситуации есть... Я понял, Сереж, давай чуть-чуть с конкретики. Нужна конкретика, емко и коротко вопрос. Емко и коротко вопрос. Значит, ситуация это с детства. То есть, в принципе, с юности, опять же, как мы говорим, то есть если как есть первая, вот первый тип идеологии, этиология, извиняюсь, то, что это, в принципе, из-за такого тревожно-мнительного характера, там, с определенным надуманием. Вот как здесь работать? Потому что, в частности, до сих пор не понимаю, за что взяться. Потому что, так сказать, у гладиаторов вот этих ситуаций, контекста, вот о котором вы, Алексей, говорите, вот этих ситуаций, их просто бесконечное количество. Это в отношениях. Это в отношении работы. Это в отношении... Я услышал твой вопрос. Ответь мне на несколько уточняющих вопросов. Я в принципе понимаю, о чем я сейчас с тобой буду дальше говорить. Приведи мне пример, пожалуйста, потому что, действительно, когда вот этот... Давай назовем так, избыточная тревога, которую ты генерируешь с детства посредством собственной личности и взгляда на свою жизнь, она касается практически всего. Девушек, мужчин, работы, людей. И здесь ничего удивительного нет. Потому что это дело не про ситуации, Сереж. Это дело в тебе. То есть не нужно на это смотреть, как я человек, который окружен всю жизнь ситуациями, которые какие-то тревожные или напряжные. Надо немножко перевернуть избушку передом, точнее задом и понять, что я человек, который с детства постоянно на все сферы жизни смотрит немножечко специфично, что генерирует мое напряжение или тревогу, или гнев, или претензию, но, скорее всего, тревогу, которая проявляется специфическим образом у тебя. И у меня к тебе вопрос. Приведи мне пример в трех плоскостях. Смотри. Первое – это социо. Социо – это просто, когда ты тревожишься или напрягаешься при контакте с социо. Он такой среднестатистический пример, который вообще в твоей жизни по жизни. Второй вариант – это в личной жизни. Тоже пример такой собирательный. И третий – это в профессиональной сфере. Социо – личное, профессиональное. Вот такой среднесобирательный пример из каждой рубрики. Вот можешь привести? Да, абсолютно без проблем. С чего начать? С какого? С социо, с личного или с проф? Давай с социо. Значит, социальное рассказываю. Только коротко, я тебя очень прошу. А то сейчас все уснут. Да, хорошо, хорошо. Это, тогда коротко, это что-то типа мужской позиции во всех ситуациях взаимоотношения с социумом, ни шагу назад. Каждое слово, каждое приветствие я воспринимаю как атака на меня, то есть на мою определенную личность, на мое определенное величие, на мои определенные компетенции. И, соответственно, у меня это превращается все в такую достаточно токсичную и пассивную агрессию, где я не могу разговаривать спокойно. Даже сейчас я не могу разговаривать спокойно. То есть даже тип, как я общаюсь, вот даже сейчас я чувствую напряжение. Почему я его чувствую? Вот сейчас такой вот социальный момент, как раз-таки очень прекрасный пример. И в данный момент я не могу говорить спокойно. Потому что если я буду говорить спокойно, значит, я буду выглядеть, как, возможно, подумаешь, что я там менее образованный, менее интеллектуальный, менее сведущ в чем-то и так далее, и тому подобное. Поэтому если есть ситуация, блистать я должен ярко. И, соответственно, вот это все, это как допинг, при котором ты становишься классным, интересным, собеседливаясь. Я тебя понял. Скажи мне, пожалуйста, я понял. Скажи мне, пожалуйста, а для чего тебе ярко... Это вызывает тревогу. Ну, это понятно. А для чего тебе ярко блистать? Это могу ответить. Как я это воспринимаю? Держу марку, которую сам себе и придумал. А для чего тебе держать марку, которую ты сам себе придумал? Студенты внимательно сейчас. Марку, которую ты сам себе придумал. Алексей, скажу немножко нагло. Могу себе позволить. Вот считаю, что я так нужно. Считаю, что так правильно. Считаю, что я лучше. Хорошо, давай я перефразирую вопрос. А что случится, если я у тебя заберу эту марку, которую надо держать? Буду чувствовать небольшую пустоту. Буду чувствовать, что забрали мое. Наверное, я заберу твою защиту, да? Защитную реакцию, да. А если я заберу твою защиту и поставлю тебя без вот этого вот блистания, без этих вот интеллектуализаций, без всех этих защит, то что случится? В реальной плоскости, к счастью, ничего не случится. Но во мне это будет вызывать дискомфорт. Хотя это вдруг все равно вызывает у меня дискомфорт. То есть, если я не буду блистать, у меня это вызывает дискомфорт. И даже если я блистаю, это все равно вызывает дискомфорт, потому что это как откаты. Как откаты, не знаю, после... Ну, понимаете, там разная... Хорошо, я понял. Давай переходим в личную жизнь, когда ты там агрессируешь или напрягаешься. Но, в принципе, скорее всего, примерно точно так же. Немножко по-другому. В личной жизни это все связано с очень перфекционизмом. Очень большим перфекционизмом, потому что я достаточно традиционных нравов таких очень изначально относящихся, ну, все-таки к исламским нормам, да, определенным. И поэтому абсолютно не воспринимаю, если говорить просто о конкретном примере, да, там, допустим, есть там женщина, девушка, да. Сейчас, подожди секундочку, тормози. Тебя зовут Сергей. А, ты мне говоришь про исламские нормы. А что ты знаешь про исламские нормы? Да, почти все. Ну, то есть я этнически... Этнически что? Ну, этнически ислам – это моя религия. Просто, если в этом вопрос. Но ты русский или как? Нет, нет, нет. Ты не русский. Я понял. То есть это твоя религия, в принципе, с детства. Ну, да, то есть, да, определенно. Понятно, в таком усовремененном виде, но как бы как пласт модели в основе лежит, да. А выросли в семье религиозной? Абсолютно нет. А откуда ты узнал про ислам? Скорее, это просто витает на уровне... Просто, ну, все равно в каждой семье все понимают, да, откуда ноги растут. И просто могу сказать честно, ислам – это как определенный период защитная реакция. Ну, я вот как раз я об этом и хочу тебе сказать, что я много работаю... Ну, смотри, я много работаю с людьми, которые исповедуют, ну, по-настоящему исповедуют ислам, и там немножко по-другому, да. Поэтому я тебе и задаю эти вопросы. Это больше сейчас похоже, знаешь, на что? Про то, что ты... Вот мы сейчас будем с тобой об этом говорить. Наверное, взял какие-то каноны поведения, причем с тобой женщины. Как подходящая мне вратическая модель. Да, как подходящая тебе нарциссическая модель, где ты являешься центром вселенной. Да, и где абсолютно неприемлемо... Вот, и ты просто, Сереж, берешь сейчас обычную нарциссическую концепцию, называешь исламом, что не есть про религию. Ну, ладно, я понял. В рамках отношений, да, 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 безусловно. Я с этим не спорю, да, понятно. А если мы говорим все-таки вот там про личный фактор, да, имеет место быть, да, скорее всего. Хорошо. А в работе, а в работе как это выглядит? Сейчас, секунду. То есть это ретроспективная определенная ревность, то есть это... Ну, и все подобное. А что ты называешь ретроспективной ревностью? Да меня раздражает тот факт, что когда-то кто-то где-то там 10 лет назад когда-то смотрел на мою девушку условно. А что для тебя это значит? А ощущение, могу прямо сказать, ощущение, как будто бы... Как будто бы что-то портит вот эта вот идеальная связь, которая формируется в настоящем моменте. Вот как-то вот... Как будто бы это какое... Как-то оскорбляет. Тебя? Наверное, мой выбор, да. Скорее, да. Хорошо. А в работе как это проявляется? В работе, ну, скажем так, корил себя до 23 лет и считал года, оценивал, во сколько Цукерберг заработал и сделал что-то очень значимое в своей жизни. И когда я смотрел на года, которые идут, и понимал, что я к этому особо не приближаюсь, ну, на тот период, и вот это очень сильно вызывало какие-то реакции наподобие трудоголизма, то есть абсолютная переработка, абсолютная нереалистичность представления, даже оценка собственного труда и так далее и тому подобное. Ну, я тебя услышал. Есть ощущение, профессиональное все связано всегда, как правило, с финансами и четкое убеждение. Хорошо, я тебя услышал. Сереж, все, что я хотел, я услышал. Скажи мне, пожалуйста, а сколько у тебя было психологов? Ни одного. Уроды, да, одни там? Просто, коль у меня есть возможность сейчас говорить, буду говорить откровенно. Я считаю, что конкретно психологи — это словоблудие. Психиатрия — это уже что-то, психотерапевты, психиатры — это уже что-то прикладное, то, что основывается на чем-то. Сама по себе психология изучать как бы из пустого в порожнее, считаю, нет смысла. Я сам могу быть психологом для кого угодно. А вот психотерапия с доказательной определенной базой, которая использует, опять же, какие-то вот такие простые принципы, о которых вы, Алексей, сказали в начале, то, чего не говорят. Четыре года. А четыре года говорят о том, о чем не нужно абсолютно. Хотя это сейчас звучит странно с моих уст, но классическим психологом я не особо, ни разу не было. Вот начал вот изучать вас и ходил два раза к психиатру, выписывал себе аторакс и феназепан. Ну, для таких периодов, для ситуационных периодов, когда прям вегетатика шарит. Как вы помните, я объяснял, что до паники у меня не доходило. Но очень сильная тревога, да, поднимается, действительно. Ну, слушай, я, в принципе, готов тебе сказать то, что я по этому поводу думаю. Скажи мне, пожалуйста, я правильно услышал твой вопрос, запрос в этой серии, скажем так, наших с тобой бесед, что ты хочешь понять, что вообще, в принципе, с этим делать? С чего начать? Потому что я не понимаю, отдельно ли рассматриваю личное отношение. Хорошо, я понял, значит, я понял, я понял. Теперь давай. Вот сейчас мы как раз об этом поговорим. Выключай микрофон и сейчас внимательно меня слушай, потом переслушивай, пересматривай в Ютьюбе, потому что для тебя это будет пипец как важно. Я уже хрипеть начинаю. Да, да, да. Значит, все, выключайся. Чем больше, тем лучше. Все, спасибо большое. Я понял. Значит, а для наших студентов, кто сейчас будет у нас учиться на четвертом потоке, сейчас внимательно слушать, выпускники наверняка поняли, о чем идет речь, и любители психотерапии, психологии сейчас как раз тоже для вас будет очень важный кейс, потому что вот я хочу как раз-таки на примере Сергея, вот его как раз-таки добровольного, так сказать, желания показать, как на самом деле, на самом деле выглядит такое классическое заблуждение в терапии нарциссических расстройств. Значит, вот смотрите, Сергей ходил к психиатру, выписывал себе аторакс, как я понял, эфеназепам, чтобы ситуационно снижать вот этот эмоциональный градус. При этом он не принимал регулярную терапию с рельфинными ингибиторами обратного захвата серотонина для того, чтобы, в принципе, в целом вот эту тревогу снижать. Но даже если бы его загрузили там современными антидепрессантами, к сожалению, ингибирование моноаминов, такие как серотонин, норадреналин и дофамин, они не меняют нарциссическую компоненту личности. Мы еще не придумали лекарства, которые способны поменять конфигурацию личности. Плюсик ставим, кто понимает. Значит, перед нами, прошу за такую вот медицинскую небрежность, что ли, классический пример нарциссического расстройства. Значит, какие основные маркеры присущие проблемы этому расстройству? Такие люди, как правило, не доходят до психологов. И если даже и доходят, почему я задал ему сразу проверочный вопрос, сколько у него было психологов? Потому что обычно такие клиенты в порошок стирают психотерапевтов. Они их стирают настолько в порошок, самоутверждаясь в собственном таком могуществе. И как правильно вот Сергей сказал, он знает лучше, чем они. Это классический ответ, почему я всегда говорил, что нарциссы, они не доходят настоящие до психотерапии. И вот Сергей, тот самый пример, который не дойдет, ну, не знаю насчет дойдет, не дойдет, но на данном периоде он не дойдет до психотерапии, потому что он это все обесценит, он это все знает как лучше. И если даже он попросит помощи, то у врача-психиатра, который даст ему атерак с фензипом, и то, чтобы просто ситуационно успокоиться. Это первое. Значит, в самой психотерапии с таким клиентом, как Сережа, будет безумно сложно, особенно начинающим, потому что Сергей будет очень жестко проверять своего психотерапевта на компетентность и, самое главное, на очень сильную родительскую фигуру, потому что вся нарциссическая проблематика, она завязана именно на отцовской, материнской фигуре. И вот это постоянное эдипово соперничество, которое он всю жизнь себе, скажем так, продает, будет и в терапии также постоянно соперничать. То есть его терапия будет выглядеть, например, так. Кто умнее? То есть вся терапия будет заключаться в том, что он будет демонстрировать, что он все знает, все понимает, какой он умный, как он все и так понимает прекрасно и так далее и тому подобное. Как только терапевт начнет какие-то интервенции, значит, поставьте восклицательный знак, у кого были такие пациенты. Как только психотерапевт начнет какие-то интервенции, которые хоть чуть-чуть начнут его задевать, призывать его к критике или как-то вставить под сомнение его идеализацию, он, скорее всего, сольется с психотерапией от слова «совсем». То есть он обесценит все и просто пропадет и не будет больше ходить на терапию. Соответственно, это тот самый наркотическое расстройство личности, которое самое тяжелое в этом смысле в терапии. Не потому, что они больные. Они не больные люди, просто они очень сложные. Назовем это так, назовем Сережу человеком с очень тяжелым сложным характером. Это второе. Третье. По поводу ислама. Так уж случилось, что я много работаю с ребятами из Чечни, с ребятами из Дагестана и из Арабских, так сказать, Эмиратов, и Эжи с ними. И я прекрасно знаю менталитет людей, исповедующих традиционный ислам, и мужчин, и женщин. И, как правило, вот здесь, почему я начал у Сергея спрашивать, потому что видно, что он на самом деле не очень имеет прямое отношение к этой религии. Он скорее, назовем это так, прикрывается исламом, чтобы продать себе и девушке определенные требования, которые он считает правильными в взаимодействии с ним. Потому что в исламе есть определенное, так скажем, представление о мужчине и женщине, о роли женщины, о роли мужчины. И Сергей, вместо того, чтобы сказать, привет, меня зовут Сережа, я, значит, имею наркотическое расстройство личности, мне очень важно, чтобы ты делала так, как я хочу, чтобы ты слушала только меня, чтобы ты вот ни шаг влево, ни шаг вправо, ты моя, и чтобы ты делала все, как мне нужно. Он берет, и это обворачивает в некий ислам. Но на самом деле это не имеет никакого отношения к исламу от слова вообще. Это такая классическая нарциссическая рационализация собственных требований. И в принципе, такие люди обычно очень любят прикрывать свои требования, свои претензии именно вот такими как бы оправданиями. Это ислам, это вот это, это вот это. Это не я такой, это вот у меня вот такие верования, такие вот религии, то-то-то. На самом деле к исламу не имеет никакого отношения. Значит, потому что традиционные люди, исповедующие ислам, они далеки от нарциссического расстройства в принципе, да. Вот. Если почитать, что записано в Коране, там в принципе все про это написано. Вот. Почему они далеки от нарциссического расстройства. Значит, что касается следующего момента. Почему? Сережа спросил, приведи мне пример. Социо, личное и профессиональное. Ребят, если вам интересно, поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Потому что редко, когда вы увидите настоящее нарциссическое расстройство. Вживую, так сказать. Значит, потому что у нарциссов, настоящих нарциссов, да, у них в принципе, что социум, что личная жизнь, что профессиональная сфера, она пронизана примерно плюс-минус одним и тем же. И это, как правило, следующее. Вот сейчас слушайте меня внимательно. Нарцисс придумывает себе некоторого идеального себя. Сколько он должен зарабатывать? Какая у него должна быть девушка? Как она должна его слушаться? Как с ним должны вести себя люди? Вплоть до того, какое впечатление он должен производить на дворника? Как он должен разговаривать? Как он должен себя подавать в обществе? Как он должен производить впечатление на официантов, на девушек, на мужчин, на студентов, на сотрудников, на клиентов, на всех. То есть у него есть такая достаточно специфическая концепция самого себя. Да? И все, что будет нападать на его идеал самого себя, будет вызывать у него жесткую защитную реакцию в виде агрессии. Но за этой агрессией стоит очень сильный страх. Я когда-то в своих работах говорил об этом, кто смотрит меня достаточно много лет на ютюбе, я говорил о синдроме Бэтмена с треснутым костюмом сзади. Вот нарциссическое расстройство, это очень похоже на то, когда человек одевает костюм Бэтмена, спереди он Бэтмен, такой идеальный, гладкий, вылизанный, он круто умеет говорить, у него хороший словарный запас, он может производить впечатление своей речью, своими оборотами, он может приводить какие-то примеры, о которых нихуя не знает на самом деле, но он будет приводить эти примеры, чтобы просто было эффектно. Но при этом, если этого Бэтмена обойти сзади и посмотреть на этот костюм, мы увидим, что этот костюм не очень целостный, и он сзади достаточно уязвим. И чтобы никто не увидел эту уязвимость, чтобы никто не увидел эту неидеальность и это несоответствие, он будет всяческим образом защищать эту конфигурацию. Поэтому в социуме вот он сказал, мне нужно блистать, быть ярким, и это все чередуется с агрессией, потому что вот есть определенное представление, как с ним должны себя вести люди и какое впечатление он должен производить. А теперь самое страшное. Откуда столько много агрессии и столько много вегетатики у Сергея? Из-за очень сильной тревоги внутри, потому что за каждым нарциссом стоит огромное внутреннее разочарование и огромный страх показать себя настоящим. Потому что вот этот образ Бэтмена, которого должны определенным образом воспринимать, он постоянно Сережа вынужден напрягаться. То есть вы не представляете сколько напряжения ему стоит держать эту марку. Ему надо правильно говорить, правильно себя вести, правильно себя преподавать, правильно выражать слова, правильно вести себя с дворником, с официантом, с барменом, с сотрудниками, с людьми, даже с таксистом. Он должен постоянно быть, назовем так, в тонусе. Это, знаете, как анекдот? Идет мальчик с папой по улице и видит одна собака на другую запрыгнула и папа говорит отвернись не смотри. Мальчик говорит пап, да я уже знаю все. Папа говорит да что ты знаешь. Мальчик говорит ой пап нельзя расслабляться а то тебя трахнут. Вот это девиз Сережи. Нельзя расслабляться а то тебя трахнут. И именно из-за этого девиза он напряжен, что вызывают у него постоянные симптомы, которые он глушит татараксом и фензепамом, что делать плохо. Только потрахнут я имею ввиду увидят его на самом деле настоящего. Потому что то какой он настоящий он себя таким не принимает отвергает и не дай бог кто-нибудь это увидит. Потому что на самом деле Сергей достаточно уязвим. Это достаточно такой порой беззащитный нежный ребенок внутри каждого нарцисса, который испуган, который далеко не идеальный, часто боится, многого не знает и не всегда многого достиг. Но увидеть себя настоящим он не позволит никому. Его любимая конфигурация в отношениях это избегающий тип привязанности. И он будет выбирать девушек с тревожным типом привязанности. Он найдет девушку, на которую произведет ебать какое впечатление своим вот этим вот блистающим всем. Это классическая манипуляция нарциссического расстройства. Это манипуляции, это как раз таки подсаживание на себя, чтобы она была такой, как ему удобно. Скорее всего, он выберет очень тревожного, беззащитного человека, который очень быстро к нему привяжется на его заботу, на его опекунство, на его нравоучение, на его какую-то вот такую якобы авторитетную поддержку, а сам будет выстраивать с ней достаточно дистанции отношения, потому что любая теплота, любое проникновение в его беззащитность будет вызывать у него огромное количество сопротивления и отторжения. И отсюда будут все время проблемы в личной жизни, потому что девушки будут его, которые вот он никогда не выберет девушку очень сильную уверенную в себе, потому что она очень быстро попытается подтрунивать и пошатать его вот этот костюм Бэтмена. И он, как правило, скажет, нет, это шлюха, это проститутка, это эскортница, вертел я вас, я лучше пойду возьму девочку контуженную с тревожным типом привязанности, потому что на нее проще произвести впечатление Бэтмена, который на меня подсадит, будет смотреть мне в рот и будет делать так, как я хочу. При этом я это все еще назову исламом. Красиво, молодец. И этим, и вот это в социальной истории, конкуренция с мужчинами. в финансовой сфере самое страшное это просыпаться для Сергея каждое утро и понимать, что, ну, представьте себе ситуацию. Я работал с одним американцем, миллионером, и он говорит, у нас в Соединенных Штатах есть такая, ну, American Dream, да, ну, есть такое понятие американская мечта, которая идет корнями из жизни Рокфеллера, Ротшильда, и у них есть такое понятие «живи как будто». То есть, типа, если ты хочешь стать миллионером, веди себя как миллионер. В американском менталитете есть такая фишка какая-то, да, и поэтому они все живут в кредит, потому что у них есть такая традиция жить немножечко непосредством. И вот нарциссы это люди, которые психологически живут непосредством. Только не по финансовым, хотя и по финансовым тоже, по психологическим непосредствам. Все это поняли? То есть, он, представляете себе, он просыпается, открывает Сбербанк онлайн, видит, что у него 18900 на счету, и он понимает, что он сам перед собой постоянно не дотягивает до того позиционирования, которое он сам пытается демонстрировать и которое он сам постоянно хочет. И вот эта несостыковка идеализации нарцисса и его реальности заставляет его постоянно мотаться между депрессией, и здесь Сережа скорее болеет в кавычках двумя состояниями. Первое это депрессия, в которой он вваливается, потому что он постоянно сталкивается с собственной несостоятельностью относительно того образа, который он себе выстроил. А второе состояние это очень сильный гнев, он же страх, когда кто-то или что-то пытается обойти его костюм Бэтмена сзади. И третье состояние это состояние общей истощенности, когда Сережа просто устает постоянно держать марку. Вы не представляете, как это ребятам таким тяжело. Они не могут расслабиться, они постоянно должны быть в тонусе. в терапии таких людей требуется очень такой изящный профессионализм. Во-первых, для таких пациентов клиентов требуется быть авторитетом. Именно поэтому Сережа здесь. Поверьте, мне такие клиенты не пойдут к человеку, который не вызывает у них какого-то авторитета. Скорее всего, Сережа во мне видит тот самый наркотистически идеальный образ, который бы тоже хотел иметь. То есть он видит парня, который внешне кому-то симпатичен, который уверен, который в чем-то разбирается, который что-то заработал, на которого обращают внимание девушки. И он помимо этого, я еще что-то интересное рассказываю, и он во мне видит те недостающие модели его конфигурации, которые хотел бы обладать. Поэтому он меня выбрал. Но если бы на моем месте была бы какой-нибудь психолог или какой-то психолог, мужчина, который бы не соответствовал вот этим интроекциям, он бы никогда бы его не стал слушать. Абсолютно. То есть первое в терапии нужно быть для этого человека авторитетным интроектом. второе изящество терапии это попытаться, во-первых, то, что я сейчас попытался сделать в таком формате, показать этот костюм Бэтмена, который очень тяжело Сереже нести по жизни. Он от него, если честно, друзья мои, устал. Вот он, может быть, производит такое впечатление уверенного, сильного, да, он по-своему уверенный, по-своему хороший, сильный человек, но он устал нести этот костюм Бэтмена, который я когда-то назвал гладиатором. Я уже тогда понимал, когда мы на Бали первый раз в прямом эфире познакомились, я уже понимал, о чем идет речь. Он устал от этого, но он это бросить не может, потому что он без этого костюма будет безумно уязвим, потому что, внимание, он продал себе идею, что без костюма Бэтмена он нахер никому не нужен. Сережа человек, который с юности убедил себя в том, что любить, обнимать и принимать его можно только Бэтменом, то есть соответствующим тому образу, который он себе нарисовал, потому что такого, какой он есть настоящий, ранимый, теплый, тревожный, сенситивный, он нахер никому не нужен. И это еще уязвимо, потому что если он сбросит костюм Бэтмена и откроется какой-нибудь с Маши, она может сделать ему так больно, когда когда-то сделала мать. и чтобы такого больного, чтобы не было так же больно, он закроется своими защитами так, чтобы никто никогда больше в этого травмированного мальчика не просочился. Во-вторых, отец в нарциссическом расстройстве играет тоже важную роль. Как правило, это отец, когда Сережа бы хотел, чтобы его папа был для него авторитет, но, к сожалению, видимо, он не стал таким авторитетом, либо его не было, либо он потерял этот авторитет. и чтобы никто и никогда не узнал, как ему одиноко, как ему страшно, и чтобы он никогда не был больше брошен, обижен, он выстрел на нарциссические защиты личности. А потом он потерял разницу между костюмом и самим собой. Он настолько сросся с этим костюмом Бэтмена, за которым кроется маленький мальчик Сережа, который сидит где-то на подоконнике и ждет, когда мама придет домой и просто скажет, что она его любит. он настолько врос в костюм парня, которому не нужна мама, не нужна любовь, которому никто не нужен, который сам решает кто и когда. И он не может этот костюм отпустить, потому что без этого костюма ему безумно беззащитно. И в терапии очень аккуратно нужно вытащить этого маленького мальчика, дать ему абсолютную тотальную безопасность в терапии. Но представьте себе щенка, которого пиздили ногами всю жизнь, он забит в конуре, что вам надо сделать, чтобы он из этой конуры потихонечку выползал? А он там шваркается, бросается, кусается, ведет себя как овчарка, хотя на самом деле он просто боится. И вот нарциссические расстройства личности этим и сложны, потому что защитные механизмы настолько впаяны вот в этот костюм Бэтмена, где в социуме нужно постоянно держать марку, в работе и с деньгами нужно постоянно сталкиваться с тем, что ты не совсем тот, кем бы ты хотел быть, что у Сережи есть такой идеал, сколько надо денег, а с девушками вот эта история про ревность, откуда нарциссы такие ревнивые, это же та самая материнская история, он выстроит такой избегающий тип привязанности, чтобы никто не просочился на самом деле вовнутрь, потому что боится самого главного быть брошенным опять, он боится довериться, он боится раскрыться и он боится получить опять то самое отвержение, которое когда-то получил. И вот эта ревность «ты моя, на тебя никто не должен смотреть» это то самое детское желание, чтобы мама любила, как Мальвина, только его была безгранично только его и безгранично предана только ему и ни на кого больше даже не смотрела. И не приведи планета эта мама на кого-то посмотрит еще. Это будет очень жесткая истерика. и в терапии надо работать именно над этим маленьким мальчиком, которому надо дать безопасность. И в терапии я заканчиваю. главная задача это научить Сергея вылезти из этой конуры и научиться использовать, если даже нарциссические защиты таким образом, мы это называем адаптированный нарцисс, научить его жить таким образом, чтобы он не нуждался в таких жестких защитных механизмах, чтобы он умел принимать себя неидеально, чтобы он не боялся показаться смешным, нелепым, ироничным, чтобы он не боялся расплакаться у меня на сессии. И вот когда Сережа у меня заплачет, а я надеюсь, что сейчас это рядом, когда он это слушает, вот тогда лед тронется. Это не значит, что он в жизни будет беззащитным. Он сможет выстраивать границы, он, я не смогу выпилить его нарциссические защиты в ноль, но он сможет быть более теплым, более эмоциональным, более эмпатичным, и не бояться, и не стесняться себя эмпатичного и теплого. И моя стратегия в его терапии, это где нужно в жизни, в работе, Сережа включит нарциссические защиты, а где не нужно, он станет тем самым Серегой, который скучает, любит и не такой идеальный, как ему хотелось бы. Вот примерно так. Сереж, спасибо тебе большое. Ты на самом деле... Да вам, Алексей, спасибо большое. Теперь тогда следующий вопрос, как нам с вами тогда работать? С вами я имею в виду лично с вами. Сейчас, подожди, скажи мне, пожалуйста, что ты чувствуешь, когда вот я сейчас это все рассказал? Какие эмоции? Практически применимую модель и осознание того, что это действительно абсолютно нерабочая схема, как я живу, абсолютно в точку. С этим что-то надо делать, потому что жить так невозможно. Расскажи мне про этого маленького мальчика чуть-чуть. Все абсолютно в точку. Пытался параллельно с монологом вот это вспомнить, все, что связано мать, отец и так далее из детства. Какие-то прецеденты, какие-то ситуации, где это было как-то в контексте чего-то где-то был брошен, не брошен, отчетливо что-то явно не могу вспомнить. Могу сказать, что достаточно любящая семья, но с очень большим, скажем так, мнительным, тревожным характером. То есть это бесконечные звонки там и прочее, прочее, прочее. насчет возможно вот эти вот ситуации, так мы назовем это как такие полу, ну как, наверное, травмы, наверное, все-таки так скажем, они, наверное, связаны больше в контексте каких-то ситуаций, которые связаны с родителями, но не с ними конкретно. Вот как-то так, вот когда мы существовали как семья и что-то где-то что-то как-то обижало семью, там, допустим, какие-то ситуации, и где я понимал, что нужно быть сильнее, нужно быть, да, сильнее. Скажи мне, пожалуйста, а ты можешь вспомнить примерно возраст, когда у тебя вот эти нарциссические защиты Бэтмена включились? Могу, кстати, очень хорошо вспомнить. На самом деле, вот только что и вспомнил, вот это сейчас очень хороший вопрос, и я только что понял, откуда это все пошло изначально. вообще изначально прошло все где-то с середины пятых-седьмых классов это школа, я не помню, сколько это лет, наверное, где-то 12-14 лет приблизительно. В общем, тогда понравилось, тогда, я думаю, всем ситуация понятная, девчонка, но я понимал, что я ничего не знаю, не о том, как разговаривать, что ты нельзя, что ты, мягко говоря, не идеальный. Что да, но я от себя хочу, я не готов был смириться с тем, чтобы быть, скажем так, чтобы это была сверхценная потребность, то есть я не хотел смиряться с тем, что у меня этого не будет, или того, что как-то мне это будет недоступно. Поэтому, в принципе, до конца 11-го класса я прочитал все, что только возможно, прочитать про пикап и прочее, прочее, прочее. И недавно его перерос. То есть, чтобы тебя любили, тебе нужно уже было тогда начинать производить впечатление. Я больше скажу, я как бы, во-первых, у меня достаточно такой, я амбидекстер, да, то есть, и у меня как бы и то, и то, полушария развита, поэтому я всегда мысил логически, то есть, рассуждал об этом как математические модели. То есть, я записывал тенденции поведения, что надо делать, что надо это, хорошо, смотри, вот сейчас остановись на секундочку. Вот смотри, мы хоть с тобой не в прямую в терапии, но все равно я все-таки работаю так, как я умею, да? Вот, что я бы тебе сейчас хотел вернуть? Ты по уровню защитных механизмов, если взять от нуля до десяти, ну, наверное, на восемь, потому, потому что ты настолько научился логикой, словами уходить от острых и эмоциональных тем, ты настолько, как уш на сковородке научился уходить от себя, от своих чувств, то есть ты, как только ты соприкасаешься с какой-то своей внутренней частью, или если бы я тебя в терапии бы к этому постоянно бы соприкасал, ты постоянно бы уходил бы в какую-то логику, рационализацию, рассказ, красивые словарные обороты, и ты это делаешь профессионально, и вся твоя терапия, она немножечко не про логику, она про твои чувства, она про то, что для тебя не очень привычно, Сереж, она про этого мальчика, она про эту семью, она про этот костюм Бэтмена, который ты напялил, вот то, что ты девочку вспомнил, когда ты не знал, как к ней подойти, вот это еще был тот самый Сережа, это еще был тот самый маленький мальчик, который уже тогда почувствовал, что ему нужно напялить какие-то техники и как-то себя вести, чтобы получить любовь, внимание, и ты очень круто научился это делать, но внутри разница между этим Бэтменом и этим внутренним состоянием, она у тебя с каждым годом все больше и больше, и ты это чувствуешь, это касается денег, это касается положения, это касается многих вещей, что касается твоего вопроса по поводу как со мной заниматься, а ты в каком, ты не в Москве? Я на два города живу, и Питер, и Москва абсолютно ну смотри, смотри, если ты будешь в Москве, просто я сейчас онлайн меньше веду консультации, веду работы в школе, но по пятницам я веду консультации в офисе, будешь в Москве, запишись у Марины, лучше очно для тебя, вообще в принципе для тебя терапия лучше очная, потому что любой скайп, он для тебя очень безопасен, поэтому если тебя брать в терапию, то только в очную. Значит, я для тебя в принципе безопасный в какой-то степени, но я бы сделал так, я сейчас идеализирую, я бы условно говоря походил бы ко мне, ну если ты в таком ключе говоришь, чтобы мы наметили какие-то такие важные терапевтические моменты, про этого мальчика, а потом тебе бы нужно выбрать женщину, терапевта, причем женщину такую постарше, только не очень молодую сразу говорю, ну естественно, вот, которая у тебя вызовет очень специфические переносные истории с материнской фигурой, и вот там наверное в принципе весь психоанализ то и начнется, когнитивно-поединенческая терапия, она, ну это мое личное мнение, она для тебя слишком будет рационализационная, то есть ты ее закрутишь такой бараний рог когнитивную терапию, ты испишешь все тетради, ты испишешь все таблицы, но тебе нужно прикасаться именно к этому мальчику, а в идеале, если терапевт будет еще хорошо работать с родительским переносом, потому что главная твоя задача это научиться раскрываться эмоционально и желательно перед женщиной, со мной ты сможешь быть в какой-то момент откровенным, и это даст тоже хороший результат терапии, но все равно я не могу быть материнской фигурой, вот, вот наверное на этом я бы закончил. Где мне взять эту Марину? Марина, это у нас номер телефона в ватсапе какой-то. Да, это мой личный ассистент. И где мне его взять? На сайте у меня. На сайте, да, все понял. И на ваш взгляд, Алексей, основная эта проблема в том, что действительно задолбался, потому что уже переживать, скажем так, вот это похмелье, ты не можешь задолбаться, я же про это рассказал, что нести этот костюм Бэтмена, который уже трещит по швам, это очень тяжело, а я хочу тебе в терапии показать, что тебе не нужен этот костюм Бэтмена, тебя и так можно любить, ты и так нормальный, и тебе не нужно строить из себя Бэтмена, тебе нужно вернуться к самому себе, и не думать, что тот какой-то настоящий, это как-то плохо, уязвимо и слабо, Ага, понял, понял, принял, в общем, подход такой, я понял, да, все, спасибо тебе большое, феназипаматаракс не есть, феназипаматаракс не есть, ну, смысл, только мозги тебе испортят, я эпизодически, там, раз в неделю, раз в две недели, денек-два, типа такого, не вижу в этом надобности, ну, спасибо тебе большое, спасибо, спасибо, всем спасибо, благодарю, благодарю, ну, что ж, друзья мои, я предлагаю на этом закончить, если честно, мне кажется, этот кейс у меня получилось показать не просто с точки зрения патогенеза, я хочу сказать большое спасибо Сергею, потому что очень редко, когда можно вам показать, как выглядит настоящее нарциссическое расстройство, как эти защиты формируются, что они закрывают, я хочу сказать большое спасибо Сергею, потому что очень редко, когда можно в прямом эфире найти вот такой классический нарциссический кейс, мне показалось, что у меня получилось вам показать, да, как формируются нарциссические особенности личности, да, вот, если вам кому-то откликнулось, неудивительно, потому что нарциссические защиты формируются очень часто, и когда психологи говорят о нарциссах, к сожалению, они иногда выдергивают какое-то один-два слова из контекста, но вот мы сейчас увидели, как выглядит, во-первых, то самое настоящая нарциссическая жизненная позиция, как это, как выглядят все защитные механизмы, насколько тяжела эта вся история в терапии, насколько это необычные, тяжелые в терапии люди, и в то же время мне показалось, что у меня получилось показать, насколько это трогательные, насколько это забитые в комнату мальчики, которые напялили на себя костюм Бэтмена, и насколько на самом деле они нуждаются в любви и в принятии без этого костюма Бэтмена. Спасибо вам большое, я надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы полюбите психотерапию, такой, какая она должна быть, не будете смотреть эти непонятные минутные рилсы, которые вас заставляют тупеть. Кто хочет научиться разбираться в этом всем, идите к нам учиться в школу, мы уже в октябре начинаем новый поток, и если хотите для себя, идите для себя, если хотите развить свои профессиональные навыки, идите тоже, в общем, буду ждать вас в школе, ссылки тоже есть в описании к этому видео. Спасибо еще раз Сергею большое за откровенность, для него это тоже важно, потому что будучи с такими нарциссическими защитами, вот так вот, конечно, непросто ему, но видите, безопасно, никто не видит, но, мне кажется, у меня получилось. Спасибо вам большое, я прошу прощения, если я кого-то не выбрал, но уже почти два часа мы в эфире, и думаю, что уже надо немножечко взять паузу. Спасибо, надеюсь, вам было сегодня очень полезно, интересно, и до новых встреч. Ваш Алексей Красиков, канал Невроз Мегаполис, и школа эмоционального интеллекта и психотерапии с вами прощается, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok